Вторая. Удар. У нас аварийный режим. Мы здесь масло меняли раза два полностью. Ну, увы, от нас... Всем привет! Мы сегодня будем рассматривать, почему трансмиссия начинает ударять со временем. С первой на вторую, со второй на третью. Либо на понижение с третьей на вторую, со второй на первую. Дело в том, что удары в трансмиссии можно соизмерить с мелким ДТП. Когда мы в кого-нибудь въезжаем, либо в нас въезжают, настолько они сильные и мощные. Во всем виновата гидравлическое давление, которое образуется внутри трансмиссии. Для того, чтобы схлопывать пакеты фрикционов, управляет давлением гидроблок. Он управляющий мозг. Он виновник всего торжества. Когда у нас ударность приключения проявляется прежде всего на горячую, не на холодную. На холодную все в порядке, может быть. А вот когда коробка разогреется в пробочках, начинаются удары. Прежде всего нужно смотреть либо соленоиды, либо гидроблок. При этих всех ситуациях не обязательно, что будет ошибка. Не обязательно компьютерная диагностика укажет, что делать, во сколько утром нужно встать, какие денежные средства приготовить, чтобы удар исчез совсем. Бывает, причина кроется очень и очень глубоко. И в данном случае, на примере автомобиля Peugeot 308 2012 года выпуска, прекрасный автомобиль с трансмиссией DP0, она же AL4. Недавно я ее назвал одной из самых надежных трансмиссий в мире. Так оно и есть. Четырехступка, надежное железо, гидравлика тоже надежная. Машина стояла два года практически, потому что владелец сам уже не знает, сколько она в простое находилась. Либо год, либо два. Автомобиль в семье используется как подменный. То есть, какая-либо из машин ломается, его используют на постоянной основе один из членов семьи. Дело в том, что пробег 95 тысяч километров, кто-то начал на один из членов семьи, начал ее эксплуатировать каждый день. И в один прекрасный момент на разогретую появилась ударность приключения на всех передачах. Не с первой на вторую, а с первой на вторую, со второй на третью, с третьей на четвертой. Конечно, самый мощный удар происходил с первой на вторую. Для этого... Она в этом году и не перебывала с машиной, потому что очень долго. Симптомы неисправности. Так, поехали. Первая. Вторая. Удар. Офигительный причем. Третий удар. Со второй на третью, вернее, удар. Как определить ударность приключений в трансмиссии? Для этого, чтобы показать ударность приключений, необходимо было изобрести что-то наподобие детектора ударов внутри трансмиссии, потому что на камеру ударность не показать. Про буксовки можно показать, отснять, как тахометр закидывают в красную зону, и машина не едет. В классическом гидромеханическом автомате управляет всем праздником всей системы гидравлической. Это гидроблок. В гидроблоке существуют плунжера, существуют соленоиды. Он состоит из механической части и электрической части. Когда одна из этих частей начинает неверно работать, мы получаем ударность приключений. Нам кажется, что трансмиссия разрушается. Нам кажется, что что-либо внутри отвалилось, и, возможно, все это приведет к летальному исходу для нашего агрегата. Но это не так. То есть данный управляющий мозг, он же гидроблок, способен ударять при приключениях так, что порой кажется, что коробке не выжить. Далее. После обкатки трансмиссии, в нашем случае, мы приняли решение демонтировать гидроблок. Из-за чего? Прежде всего, это решение обусловлено тем, что машина на разогретую начинает ударяться. На холодную все хорошо. То есть, если мы поутру заводим, через 10 километров начинаются удары. А первые 10 километров можно наслаждаться четырехступенчатой трансмиссией, которая безударно практически, без всяческих ощущений переключений, переключается и везет нас из точки А в точку Б. Появился аварийный режим. Аварийный режим на DP0 АИ-4 загорается снежинка напротив положения селектора. А у нас аварийный режим. Вот мигающий S и снежинка – это аварийный режим. На циферблате, где указано положение селектора, там начинает мигать зимний режим. Это свидетельствует о аварийном режиме. Остается одна передача, на которой машина трогается и на постоянку потом едет. И об ударности переключений можно забыть, но на аварийном режиме можно вспомнить дополнительный износ, который он за собой несет. Ввиду того, что данный режим нужен только для поездки от места, когда все это произошло, до сервиса, а не на постоянной основе ездить. Кстати говоря, некоторые думают, что когда появляется аварийный режим, то, что трансмиссия переключается, все хорошо, просто оно настолько плавное стало, что ничего не предвещает беды. Но это кто не ездит больше ста, ездит постоянно по городу, есть люди, ошибаются. В этом нет ничего страшного. Но если на постоянной основе, на аварийном режиме ездить, то это уже огромный и огромный минус для железа, для гидравлики и так далее. Демонтируем гидроблок и посмотрим, что же с ним не так. Ошибка была по давлению. Сняли гидроблок. Да, после замены масла ничего не поменялось, поэтому приходится прибегать к хирургии. После демонтажа гидроблока, главное, чтобы вот эти вот колечки резиновые не выпали. Вон они там. Их будем менять. Далее. Самый главный нюанс. Мы не отсоединяли шланги охлаждения. На 308-х мешают шланги охлаждения. В принципе, без их демонтажа можно снимать гидроблок. Он сам по себе небольшой. Снимается достаточно просто. Это не гидроблок, например, от DQ500, DSG, либо же от PowerShell 6-го мокрого. Там все гораздо сложнее. Там нужно вывешивать двигатели, танцы с бубном. Здесь один человек держит, оттягивается шланги охлаждения и уже далее выцепляет гидроблок через низ. Вот же он. Вот же он. Грязь присутствует. Это его защитный экран. И он выглядит вот так вот. Такой маленький и неприметный. Далее, что можно было заметить, так как гидроблок ни разу здесь не снимался, были не затянуты вот эти вот болты. И похоже, что мы нашли причину пропуска давления. Вот этот болт не затянутый. То есть я его попробовал от руки. А, и вот этот. Вот посмотрите. То есть в гидроблоке не только сам он может быть не затянут к трансмиссии, к корпусу коробки. И через эти, получается, масляные каналы уходит давление. А также с обратной стороны Ну-ка, руки открутятся, интересно, остальные? Не, остальные нет. А, вот, вот. То есть получается то, что у нас давление он все же пропускает в этой части, в этой пластине. Если в гидроблоке хотя бы один болт неверно закручен, то есть с неверным моментом, а именно плохо закручен, он имеет свойство со временем выкручиваться, как показывает практика, а также пропускать давление. Во всех ДП нулевых, а или четвертых, проверяйте гидроблок. Как он затянут к самой трансмиссии, а также как его пластина затянута на оборотной стороне. Потому что это совсем уже ни в какие ворота. Конечно. Вот это первый раз я вижу. Обычно вот эти вот болты не затянуты к самой коробке. Ну, я так думаю, то, что не зря мы заказали два соленоида, мы все равно его почистим и все равно проведем ревизию. Потому что по-другому никак. Пропуск давления был обусловлен то, что вот через эту пластину, эту пластину крепят вот эти вот болты, и через нее был пропуск давления. Вот эту штуку не крутить. Вот это регулировочный винт пластиковый, он регулирует общее давление и, ну, с помощью стенда и так далее. Ничего раскручивать здесь не требуется. по остальным позициям. Ну-ка, вот это закручим, закручим. То есть, как мы видим, завод-изготовитель вполне может не закрутить и накосячить. А то наслушают, как некоторые пишутся, наслушаются гаражных мастеров и неправильно эксплуатируют автомобили. А кого тогда слушать? Если завод-изготовитель изначально не протягивает болты на гидроблоке и они со временем откручиваются, отсюда пропуск давления и ударность приключения, то кого тогда слушать? Если завод-изготовитель слушать, получается, нельзя. Гаражных мастеров вы сами определили, что слушать их тоже нельзя. А кого тогда слушать? По зову сердца действует. Самый главный плюс полной замены масла это чистота масляных каналов гидроблока. То есть, мы здесь можем увидеть то, что все чистенько. и он требует минимальной чистки. Самое главное, все из-за этой злополучной пластины сепараторной. Через нее был пропуск давления и, увы, трансмиссия начинала вести себе неадекватно. Даже вот по фильтру видно, мы здесь масло меняли раза два полностью. Но, увы, от нас это не зависело. То, что завод-изготовитель не докручивает болтики. Всего лишь дополнительное усилие и ничего бы этого не произошло. это не так. Продолжение следует... так февраль где тут февраль одиннадцатого года видать веселый у них смена февраль одиннадцатого года была смена сборщиков трансмиссии dp0 а и 4 они немножко не докрутили более того эти тоже под открученные были болты все почистили все собрали слиной да поменяли будем делать далее а так наверное они купили спиртного обратились к женщинам с низкой социальной ответственности решили не докручивать гидроблок но не знаю как это объяснить обычный электроинструментом это все делается там выбирается момент и ну что-то произошло что-то пошло не так идеально идеально 1 2 3 все плавно все хорошо поедем красотка кота и так проехались 95000 пробега и все у нас хорошо ударов и пинков нет так вот первое второе третье ну между первой и второй есть минимальный но совсем совсем минимально потому что вскрывать эту трансмиссию то есть вскрывать ее так сказать хирургически не имеет смысла потому что 95000 и мы любим эту машину всем сердцем ну как было плавно себя ведет хоть скажем пару слов до этого мы ездим как удар да то есть без без ударов нельзя было выехать но она год стояла да у тебя получается два года стояла ты же не горел год да я тоже не помню сколько это машина стояла и вообще не помню что то есть был так давно да а потом когда начали ездить уже удары почувствует последнее время да папа раз выехал на надеюсь по параду на твоего отца ну я думаю что на процессе он теперь на эксплуорере ездит муж как подменная машина но в целом сейчас тебе приключения нравится устраивает не в принципе так новая она себя так и ехала я помню брал 308 кататься еще году в тринадцатом знакомой девушки у нее в принципе нормальные были позиции сейчас еще по городу потолкаемся все окончательно проверим по городу потолкаемся посмотрим окончательно так и первое полно не получается да вторая ну все я не все как завода то есть между 1 2 небольшой даже это не перезатых не толчок не небольшой чувствительность есть но все нормально на этой машине изначально весь модельный ряд подвержен одной фигне одной фишки не закрученный гидроблок и два клапана давления и все более подробно вы уже посмотрели почему там гидроблок не закручен с завода добро пожаловать welcome to french к а так не и даже жалко стало потому что 95000 она как родная прокладочки маслоохладителем поменяли вроде заднее зеркало видно то что масло не течет значит прокатки нормально я люблю вот наш город он такой компактный маленький отсутствие инфраструктуры и прочее ладно это вырежем потом так его смотрите обязательно за уровнем масла начались вот эти когда проблема знаете болты имеют свойство выкручиваться которые с должным уровнем не закручены завода есть гидроблока в том числе все это проходили перепроходили и тогда я не понимал почему это происходит например в тринадцатом четырнадцатом году потому что мы не брали эти коробки в ремонт считали их достаточно непонятными и вы по информации до 1 тянем о лишь идеально вообще стал сейчас вообще никаких перезатыков не было на горку стоило похвалить пежо и все стало хорошо дело здесь не в самом автомобиле его надежности и так далее дело в сборочном конвейере просто люди которые собирали трансмиссию так как это был февраль месяц они после январских не отдохнули всю неделю они занимались распитием спиртных напитков может быть даже девушки с низкой социальной ответственностью тоже были и не закрутили коробки собираются увы вручную и там кто-то пишет наслушаются колхозных мастеров но колхозные мастера к сожалению маме не оканчивались сразу диплом ну ладно сейчас это не котируется едем дальше следите за своими автоматическими трансмиссиями минимальные пинки начались уже учитесь их диагностировать всем желаю чтобы они не попадали на ремонт берегите свои автоматические трансмиссии всем удачи на дороге всем пока